Глядя на эти кадры, невольным делом вспоминается столица. Пробки там явление привычное, но для Бобруйска затор скорее исключение, нежели правило. Всему виной ремонт главной магистрали. Дорожники трудятся на отрезке от Орджоникидзе до Гагарина. К работе приступают так, чтобы не создавать проблемы в утренний час пик, а вот с вечерним дела обстоят куда труднее. Если автомобилисты на реновацию смотрят с оптимизмом, то не все пассажиры общественного транспорта проявляют понимание. Дольше время ожидания, плюс приходится немного прогуляться. Там, где троллейбус не может идти своим ходом, его перевозит машина техпомощи. В связи с ремонтом дорожного покрытия по улице Минской в работе троллейбусов могут быть срывы в расписании. Мы просим относиться с пониманием данной ситуации. И если пассажиру пришлось вынужденно выйти с салона троллейбуса, он может воспользоваться тем же талончиком на другом троллейбусе. В проект входит фрезерование верхнего слоя и укладка асфальтобетона. Генеральный подрядчик ДСУ-16. Мавройская организация не раз выигрывала тендер на ремонт городских улиц. Участвовала и в реконструкции ключевых республиканских магистралей, в том числе и М5. На Минске дорожники применяют материал на основе специального битума и целлюлозы, что делает покрытие более устойчивым колебанием температуры и внешним воздействием. Новое полотно должно прослужить не меньше 10 лет. Стоимость проекта – 1 605 000 рублей. Задействованы здесь порядка 30 человек, не считая тех, кто трудится на асфальтобетонном заводе. Работы завершатся до 15 августа. На этом участке три асфальтовокладчика идут, для того, чтобы сразу закрыть половину дороги на всю ширину, пять катков. Ну и сопутствующая техника – это водовозки, это фреза, фреза большая, фрезы маленькие, гудронатор, дорожные рабочие, которые работают на устройстве тротуара, дорожные рабочие, которые идут в устройство с асфальтобетонного покрытия. Вскоре обновится и пешеходная дорожка от Чехова до Джаникидзе. Вместо асфальта на протяжении квартала положат мелкоштучную бетонную плитку. Поэтому временное неудобство, помимо водителей и пассажиров, испытывают еще и велосипедисты и пешеходы. И мнения здесь разделились. Я вчера ехал, такая ситуация по той стороне была. А сегодня еду, теперь по этой стороне. Ну что сделаешь? Ну это все надо. Это же наше благоустройство, для нас все. Ничего, остановочку пройдем, там ждут, говорят, пересядить на троллейбус и появиться. Вообще неудобно. Я ждала минут 30, наверное, троллейбуса на шестом микрорайоне. И потом меня высадили только на РТИ. Очень все слаженно, очень все красиво, очень все четко. Я видела неделю назад там. Ремонтировали тоже очень быстро, очень четко. Минская транзитная магистраль. Улица, переходящая в шоссе. Работы ведутся за счет Республиканского фонда. Апгрейд здесь начался еще в 2020-м. Самое сложное уже позади. За два года отремонтированы 3 из 5 километров. На пересечении с Октябрьской появилась дополнительная полоса для поворота направо. На оживленных перекрестках островки безопасности и специально выделенные велодорожки. А на пешеходных переходах тактильная плитка и заниженные бордюры. Буквально на глазах преображаются и другие городские артерии. В этом дорожном сезоне готово 150 тысяч квадратов асфальтового покрытия. Ровно столько же сделано за весь прошлый год. Гагарина. Сделана улица Ульяновская. Практически доделана. Только тротуарную дорожку там нужно сделать. В работе сейчас находится улица Орджоникидзе. От ЖД переезда возле Горгаза до улицы Оранжерейной. То есть тоже буквально на этой неделе мы заканчиваем. В ближайших планах у нас улица Интернациональная. От 50 лет Октября и до путепровода Крылова. Кроме того, возобновлены работы и по реконструкции Титовского моста. Вскоре их станет два. Тендер, напомним, выиграли сразу несколько организаций. За правый берег отвечает ДСУ-16. За левый дорожно-строительное управление из Рогачева. Проектировщик Белгий Продор. Путепроводы практически не будут отличаться друг от друга. Исключение ширина. 17 метров у нового и 14,5 у приемника Титовского. Для водителей предусмотрены три полосы на въезд и столько же на выезд из Бобруйска. Расположатся тут пешеходные и велодорожки. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширится Береговая и Рогачевская. Каждая улица примерно на 500 метров. С учетом длины переправ суммарная протяженность дороги составит 1320 метров. Основную часть пролетных сооружений выполнят из особо прочной стали и лишь прибрежной из бетона. Реконструкция запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». Время идет, а вместе с ним меняется и Бобруйск. Визуально город уже не узнать. Туристы каждый раз восторгом изумляются. Однако процесс модернизации не может проходить бесследно для местных жителей. Это, конечно, из-за держки общественного транспорта, перекрытые дороги, заторы. Но все трудности временны. Благодаря сегодняшним реновациям уже завтра автомобилисты, пешеходы и велосипедисты смогут на себе ощутить то, ради чего надо было немного потерпеть. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.